Практично красиво и с душой в выставочном зале Родины открылась выставка «Лоскутный мир детства». Белгородские мастерицы решили снова ввести в моду традиционную технику шитья. Экспонаты, одеяла, игрушки, покрывала и костюмы из кусочков ткани. Знаете ли вы, почему в них обязательно должен быть красный цвет? Как украшали деревья перед Пасхой и что такое чердачные игрушки? Ответы нашла Маргарита Платонова. Всё новое, хорошо забытое, старое. В таких огромных сундуках наши прабабушки бережно хранили свои вещи, чтобы в будущем из них сделать что-то впрок. Использовать старались каждый обрезок ткани. Так и зародилось лоскутное шитьё. Это детские одеяла. Они главные экспонаты на выставке. Яркие из треугольников, квадратов, небольших полосок, как говорят, классика жанра. Обязательно в такой вещи должны быть вставки красного цвета, как оберег. Но это ещё не все особенности. Их шили только из старых тканей, которые были в семье. То есть из старых каких-то одежд. И чем больше этих лоскутков, чем больше членов семьи поучаствовали в этом, тем считалось, что эта вещь более обережная и защищающая младенца. Такое дерево наши предки наряжали на вербное воскресенье. Считалось, что перед Пасхой даже сухое дерево расцветает. На ветке развешивали разноцветных птиц и яйцописанки. Да и самих мастериц на выставке хотелось рассматривать с не меньшим интересом. Каждая сшила себе лоскутный костюм. Оригинально и практично. Из обрезков можно делать сумки, шкатулки, покрывала, элементы интерьера и, конечно, игрушки. Так раньше выглядели мячики и погремушки. А это не валяшки. Называются чердачные игрушки или называются примитивные игрушки. Которые просто полукруг набитый, овал набитый. И сделана вот такая композиция, друзья. Мышка и кошка хитренькая. Это можно сшить из лоскутов, из остатков ткани. Своё творчество представили шесть мастериц. У каждой своя экспозиция и обязательно рядом детские фотографии. Рукодельницы уже три года создают из остатков ткани шедевры. А на выставку ждут в первую очередь взрослых. Мамы бабушек, которые смогут сами сшить своим детям такие подарки. Это требует терпения и усидчивости. Но итог всегда приносит радость. Вдохновение такое на меня находит. Я хочу непременно сделать то, что я задумала. И всячески я стараюсь подобрать цвета. И всё это скомпоновать. Также мастера уверяют, сны под такими одеялами только сладкие. А игры с тряпичными зверями и куклами весёлые. Тем, кто загорелся идеей и хочет получить совет, нужно поспешить. Выставка продлится до 22 марта. Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.